МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас на повестке дня выступление Константина Журавского, сооснователя стартап-движения Беларуси, стартап для бренда Инпика. Его сфера ответственности – это экономические игры и программа развития финансовой грамотности, геймификация бизнеса. Ну, а Константин сейчас подробно расскажет, что это значит и зачем это нужно. Добрый день. Здравствуйте. Я вам расскажу такую тему, которая, наверное, не всем интересна, потому что вы еще не понимаете, что это такое и не знаете, зачем это применяется. Скажите, кто из вас уснул сейчас? Один человек есть, остальные скромно молчат или что? Или вы настолько сильно устали, что вы уже не можете поднять руку? Серьезно. Можете? Поднимите левую руку. Левая, вот отсюда, отсюда растет. У вас нету левой, да? Отлично. Правую руку поднимите, пожалуйста. Правую. Так, есть правые руки у всех. Теперь поднимите две руки. Можно попробовать так сделать? А теперь соедините их вверху несколько раз. Раз, два, три. Спасибо мне за аплодисменты. Смотрите, вот так надо хлопать, когда вы встречаете спикера. Этим вы заряжаете и себя, и зал, и заряжаете на хорошую, качественную презентацию, чего сегодня я пока здесь не увидел. Я приехал всего на два часа, и я вам могу сказать, что мой тренинг нужен практически всем выступавшим до меня людям. И я это сделаю им со скидкой 50%. Это специальные условия сегодня. А теперь пойдем дальше. Я расскажу вам, что такое финансовые симуляторы, экономические игры, как их применять в бизнесе для того, чтобы повысить ваши продажи, для того, чтобы... А вот увидите для чего. Смотрите. Проблемы собственника. Зали собственники имеются. Есть у вас бизнес какой-то свой, да, а что с ним делать, неизвестно. Посмотрите, какие у вас могут возникнуть проблемы. Вы не знаете, как провести команду образования. Как сплотить вот этих нехороших людей, которые пришли к вам работать. Как заставить их работать как слаженный организм. Как провести анализ поведения своих же топов, наемных директоров. Как проверить партнеров. А не кинет ли он вас? Не обманет ли он вас? Не будет ли он вводить деньги в офшоры или что-то еще делать? Как мотивировать менеджерский состав работать. Это проблемы собственника. Но не только у него есть проблемы в вашей компании. У любого руководителя свой спектр проблем. Например, он не знает, как обучить быстро сейлс-менеджеров. Продажам и умению добиваться своих целей. Он не знает, как заставить клиента рискать, как HR составить снимать стрессы, как работать с персоналом качественно. Но и это не все. Идем ниже. У HR-менеджера свои проблемы. HR-менеджеры, посмотрите, у них задача сплотить коллектив и наладить неформальные связи и отношения в коллективе. Сделать так, чтобы все работали, опять же, как единый организм. Или вот бывает интересная задача, как подготовить корпоратив или праздничный веб. Присаживайтесь, пожалуйста, там место есть. С минимальным бюджетом. Как это сделать? Не поверите, у меня одна компания, очень известная, в которой более 10 тысяч сотрудников, купила настольную игру, знаете зачем? Чтобы сократить расходы на корпоратив. Привлечение ведущего стоит 400 долларов, покупка игры стоит 25 долларов. И именно поэтому эта компания имеет 10 тысяч сотрудников и является номер один в мире практически. Идем дальше. Проблемы самого персонала. Они понятия не имеют, как добиваться своих целей. Вы не всегда их на этом мучаете. Они не знают, как найти выход в критической стрессовой ситуации. Как сохранить мотивацию и тягу к работе? Вы же давите их все время? Вы, руководители, всех давите, прессуете. Как им сохранить эту мотивацию при этом? И они хотят чувствовать поддержку в компании. Они хотят знать, что вы им что-то даете такое, что им захочется работать у вас. Так вот, все эти проблемы можно решить через игры. Вот на фотографии, например, сибиряки. Омс. 40 человек предпринимателей, которые играют в постольную игру. Увлеченно. И сейчас попробуем посмотреть, почему так происходит. Значит, смотрите. Какое решение может быть? Вы можете гимнифицировать свой бизнес. Вы можете проводить какие-то игровые тренинги. Вы можете проводить раневые психологические игры. Вы можете проводить командно-штабные учения. Вы знаете, что генералитеты регулярно, два-три раза в год, на двое-трое суток, прям спит в кабинетах штабов. И они играют в солдатики. Вы знаете это? Почему вы в своих компаниях этого не делаете? Генералы, которые потом управляют войсками, реально играют в солдатики. У них компьютерные симуляции. У них, представляете, мы отражали мураво. Массировали ракетно-авиационные удары. Мы рассчитывали, сколько целей мы можем отразить, а сколько упадут. И потом мы принимали решение. Как мы поступим, если 75 ракет упадут на Беларусь? 75% ракет. Их летело 3000. Вот что будет? 75% упало, да? Вот они разбились. И мы остались тем, что у нас осталось. Что делать дальше? Генералы давали решение. Каждый отдел давал свое. Материально-техническое обеспечение давало свой отчет. Мы были в морально-психологическом. Мы печатали листовки. Братья славяне, братья литовцы, не убивайте нас всех. Мы хотим жить. Мы такие же, как вы. Понимаете? И мы давали свой ответ. Его принимали или нет? Мы играли. Это было командно-штабное учение. Идем дальше. Чтобы вы сразу понимали, какую игру лучше применить в вашей компании, я вам приведу некоторую классификацию. Потом что можно взять? Значит, игры различаются. От одиночных и парных, например, бокс или теннис, где всего один или два игрока, до онлайн-игр, где есть от одного до миллиона человек. Все вы знаете. World of Tanks и что-то еще. Огромные турниры, которые проходят, где собираются команды по 20-30 человек. Малые кабинетные, средние, большие. Классификация по количеству. Думайте, какая у вас компания, какой у вас отдел, и выбирайте тот вид, который больше подойдет под вашу компанию. По количеству стратегий игры различаются на конечные и бесконечные. Бесконечные можно решать абсолютно любым количеством способов. И, как правило, там существуют достаточно гибкие правила. А в конечных играх, это как орел и решка, там либо орел, либо решка. Всего два решения. Есть, конечно, что монетка станет, и есть одно решение какое? Зависнет. Но кто из вас поставит на зависнет? Оно теоретически-то возможно, да? Но, тем не менее, коалиционные и бескоалиционные. Бескоалиционные игры, это когда вы не можете объединиться. Например, та же самая, всем самая известная игра Монополия, на самом деле, имеет ярко выраженные негативные качества. Ее задача разорить всех вокруг. Если вы попробуете применить эту игру в команды образования, это по минимуму глупому. Потому что основная цель игры разорить всех вокруг. А бокс? Представьте себе, разве может быть в боксе коалиционным? Если у вас произошла коалиция в боксе, то это преступность гола. То есть, когда один боксер падает под удар на другого за деньги. Правильно? Это коалиционная игра на общий результат. Наконец, вот что такое коалиционная, да? Это когда, например, баскетбольная команда. Чем более она сплоченная, тем выше ее результат. Или есть очень хорошая достойная игра Ужас Аркхема. Там все игроки за столом играют за одну команду. И они либо все проиграют, либо все выиграют. Вот. У них всего два решения. По количеству ходов. Есть одношаговые игры, когда вы быстренько все разыгрываете за один ход и выясняете победителя. Камень, ножницы, бумага. Сразу же в первый ход ясно, кто выиграл. И многошаговые, бесконечные. Игрок может бесконечно долго решать задачу и искать тот вариант, то решение, которое наиболее эффективно подойдет под его запросы. Есть игры с полной информацией, есть игры с ограниченной информацией, с неполной. Для неполной это характерно стратегически, когда вы продумываете наперед все возможные ситуации и исходите из того, что, входя в тактическую фазу, выбираете наиболее подходящий вариант решения. Есть статистические, где вы можете анализировать какую-то информацию, которая была до этого и строить предположения. Игрок из полной информации шахматы. Практически все вариации описаны в миллионах книг, которые выпущены на эту тему. Если вы в состоянии выучить, запомнить, вы можете на каждый ход знать все предстоящие варианты. И все зависит от того, насколько там кто-то из игроков забудет какой-то маленький элемент или, ну не знаю, что-то произойдет, пойдет не так. Метод кейсов. Все вот эти финансовые симуляторы и все экономические решения, которые сейчас применяются в бизнес-обучении, практически применяют метод кейсов, который используется в Гарварде с 24-го года прошлого столетия. Вам предлагают реально произошедшую ситуацию и предлагают не рассказывать, чем она закончилась в реальности. Если студенты знают, выбирается следующий кейс, другой. Если они не знают, им предлагают выбрать варианты решения и потом обсудить, что произошло. Как правило, их задача выбрать наиболее эффективный вариант. По играм, которые самые известные, которые применяются, я знаю, на практике в бизнес-тренингах и образовании. Монополия. Что здесь, какие минусы? Во-первых, у вас нету кооперации по определению. Это не вписано в правила самой игры. И очень многое зависит от случайности. Вы кидаете кубик и попадаете на какую-то клетку. Дальше ваше решение просто взять деньги за него или нет. Если у игрока не хватает денег, можно просто дать ему какой-то шанс выжить чуть-чуть. И неясен механизм возникновения дохода. Вот кто из вас сыграл монополию? Поднимите вы, да? Каждый круг на банке вы получаете 200. Откуда я не берусь? Манна небесная. В жизни у вас так есть? Из коробочки? У вас коробочка есть такая? Чтобы каждый месяц 200 баксов? А? Инфляция? Так инфляция наоборот всегда идет. Нет? Может дефляция? Инфляция. Хорошо. Давайте возьмем такой вариант. Может инфляция, не знаю. На самом деле очень интересная теория, что это просто последователь... Игра сделана на последователях кисианской теории, если вы знаете кто-нибудь такой. В прошлом столетии, как раз в то время, когда Чарльз Дэроу выпускал эту игру, была очень распространена идея, что давайте возьмем всех американских миллионеров, соберем их богатство и разделим на все население Соединенных Штатов. И в этом случае как раз таки всем хватит по 200 долларов ежемесячно. Почитайте историю. Очень интересно. Ульфа и Петрова об этом написано. Так вот, идем дальше. Денежный поток, если вы знаете, киосаки. Это очень хороший рекламный инструмент, очень легкая игра, интересная, быстрая, но не дающая результаты. Вы объяснили, почему? Установили постулаты, изменилось налоговое законодательство, из-за этого принятые там ипотечные ставки пришли в негодность. И очень жесткие правила. У вас не будет никакого люфта, вы не можете совершать сделки и переговоры, вы не можете изменять условия игры. Дальше. Селеми. А кто интеграл в Селеми из вас? Это очень жесткая, крутая, действительно настоящая бизнес-симуляция, в которой играют 2-3 дня группами по 20-30 человек. Достаточно сложно собрать такой коллектив на определенное время и провести такую игру. При этом у нее есть несколько различных специализаций. Например, для логистики один для юридических, другой для докторов, третий. Но, в чем минусы этой игры? Она основана на математических, статистических данных по всему тому, что происходило на западном рынке за 70 лет, собранных учеными. Например, если компания попадала в ситуацию задержки логистического товара на таможне, она принимала решения А, Б, С и Д. Какое решение выберете вы? Вы выбираете одно из четырех решений, записываете в каждой этапе игры и потом ведущий оцифровывает насколько верным было ваше решение о средней температуре по больнице. Вот то же самое в этой игре. То есть, по сути, она хороша для того, чтобы коучить вашей средней менеджерской персонала, чтобы вбивать им в голову, что вот только так и никак иначе. При этом вы не получите потом человека, который сможет симпровизировать и принять какое-то свое собственное решение. Вы их надрючите выполнять определенные функционалы. тем не менее, такая игра применима. Мы же рекомендуем, конечно, свои игры. Проект Икрка выпустил за это время достаточно много. Я расскажу о некоторых и приведу вам реальные кейсы и то, как мы их применяем. Значит, Феликса Классик, знаете, вот этого человека, да? Ему нравится. Это из интернета. Поэтому дальше. Значит, смотрите, израильский культурный центр Левновичи. Человек 40 играет, а не Феликса. Феликса Классик. Экономическая настроенная игра, которая за 2 часа позволяет вам очень сильно увеличить свои навыки переговоров. Во-первых, вы торгуете друг с другом. Во-вторых, в этой игре всегда задействует стратегия 1 плюс 1 равно сколько? Сколько? Не, не слышу. Мало. 11. 1 плюс 1 равно 11. Это стратегия кооперативной работы. Не 2, не 3, не 0. Да, в Беларуси 1 плюс 1 равно минус 1. Это как бы стандартно. Поэтому, чтобы этого избежать, делаем вот эту игру. И за 2 часа ваша... Чем больше вы кооперируетесь друг с другом, чем больше вы заключаете совместных сделок, тем общий результат в этой игре выше. Каждый имеет свой капитал, и за 2 часа он должен его прирастить максимально сильно используя для этого 4 вида акций и 4 вида недвижимости. В новой версии будет чуть больше 6 видов недвижимости и 5 видов ценных бумаг, которые постоянно колеблятся. Плюс к тому, в этой игре вы изучаете такую вещь, как риск-менеджмент, если вам знакомо. Особенно инвестиционный риск-менеджмент. И это обучает вас, как правильно инвестировать ваши деньги и не потерять их, положив все в одну корзину. А это монолит-групп. Знаете такую компанию? Строительная. И вот здесь более 60 человек играют в игру партизан-эккупанты. Задача была следующая. Нам надо было за 2 часа во время стратегической сессии объединить в одни команды офис и региональные представительства. Дело в том, что, как правило, в офисе находились более топовые сотрудники, а в региональных офисах выходцы из простых рабочих. И они не всегда шли на конфликт. Поэтому, извините, у нас совместные действия больше конфликтовали. Поэтому наша задача была их объединить. Мы сделали следующим образом. Мы разделили офис и регионы пополам. И одну половину каждой составляющей сделали фрицами, другую половину партизанами. И они сражались. Вот на 8 столов, это было 8 фронтов, за одним из фронтов сидели учредители и друг против друга воевали. Победили немцы. Но, ребята, с расчетом 2-1. На одном фронте партизан вынесли полностью. Но очень интересный момент про команды образования и прочее. Вот на одном из столов женщина попыталась сбежать с игры буквально в первые полчаса. И она такая, ну что это, не серьезно, я женщина, я главный бухгалтер буду играть в игры. Ну, смешно. Я подхожу и говорю, знаете, женщина, я, конечно, все понимаю, вы можете выйти, но вон там ставка главнокомандующего. И посмотрите, что делает Сталин и Гитлер. они тщательно следят, а мне положено докладывать. Знаете, что она сделала? Она осталась. И она так сильно осталась, что выиграла на этом столе. Вот ради этого, собственно, мы проводим такие игры. Дальше, что я еще могу вам показать. МТС. Это тренинг денежный поток олигарха. на 8 столов. И эта игра подлиннее. Эта игра на 5 часов. Здесь мы можем ставить задачу, испытуем. Мы можем продавцам ставить определенное количество сделок. Например, каждый человек, который играет в эту игру, должен совершить не менее 30 сделок. Мы можем ставить инвестиционным вашим финансовым директором или еще кому-то коммерческим директором задачу инвестировать не менее 100 тысяч долларов за эти 3-4 часа. И сделать из них не менее 500 тысяч. И посмотреть, выполнят они эту задачу или нет. Потеряют ли они деньги или нет. Как они себя будут вести. Если мы сядем при этом за этот стол просто наблюдающего психолога, мы можем еще составить психологический портрет всего за 3-4 часа каждого вашего сотрудника, каждого вашего топа. И это очень эффективно работает в последующей обработке. Когда вы собираете эти результаты, и у вас есть четкий слепок. Самое интересное, что у меня есть знакомые москвичи, которые применяют фликсу-классику. Как вы думаете, для чего? И чак-компания. Абсолютно верно. Сережа Истефеев в Москве делает следующим образом. Берет крупный заказ у большой компании, собирает 200 продавцов, загоняет их на 2 часа в помещение, и после этого на второй этап попадают только те 50 человек, которые достигли определенного результата. Все остальные отсеиваются сразу. То есть 50 минут жир попадает, остальные отсеиваются. Таким образом, они сильно экономят на собеседовании и на время, которое тратят. Приорбан. Вот это психологическая игра, вот так ситуация. Это игра на решение конфликтов. Это больше подойдет для клиентов сервиса и для тех, кто у вас работает в продаже. Очень быстро игра, всего 5 минут. За 5 минут вам предстоит разыграть 3 роли и 3 человека, которые находятся в конфликтной ситуации, у каждого есть свои цели. По 2 цели. И всего 4 минуты, чтобы путем переговоров добиться хотя бы одной из них. Игра крайне смешная, но при этом очень глубокая психологическая теория. Если вы знаете треугольник Капмана, жертва, преследователь, спаситель. Каждый из вас, каждый день в своей жизни находится в этих треугольниках. Дома, в семье, на работе, в учебе, в вашей компании, с вашими сотрудниками. Вы делаете это каждый день. Вы проживаете треугольник Капмана каждый день много раз. Когда вы понимаете, где вы находитесь, где это чувство соцзависимости, и когда вы находитесь, понимаете, где вас пытаются добить, где вас пытаются найти ваши слабые точки, вы становитесь сильнее, у вас улучшаются продажи. Вы понимаете, где ваши сотрудники вас стерилизируют. Вы понимаете, как сотрудники, где ваш господь пытаются мавами манипулировать. И ваша результативность по итогу растет. Всего лишь через игру. В данном случае наш кейс был очень интересный. Мы сыграли полтора часа, а после этого полтора часа разыграли. И выяснилось, что часть продавцов слишком мягкая со своими клиентами, а другая часть продавцов слишком агрессивная со своими клиентами. И вот когда они после игры вышли на контакт друг с другом, они начали обмениваться информацией. Они не делали этого полтора года. Через полтора часа они стали говорить, да, слушай, вот у меня был такой случай, и они начали делиться случай и рассказывать, как они решали каждый раз друг с другом. Полтора часа игры, полтора года работы. Сравните, да, полтора года тренингов и полтора часа игры. Итак, я все вам рассказал, что хотел сегодня рассказать. Я не знаю, сколько у меня это заняло времени. У меня эти 25 секунд, я уложился. Который вопрос? Вопрос следующий. Значит, вы упоминали игру уже с Адкома. Но вы не правы, это не кооперативная игра. На последние 5 игровых, которые никто не обычно не дает, есть статистику. Потому что больше набрал очков. По большому счету, это, как и любая хорошая игра, не кооперативная. Она на победу каждого. И лучше, чтобы проиграли все, чем выиграл кто-то другой. Можно я на более конкретный пример и к вопросу перейду? Значит, основная проблема в том, что в большинстве таких игр, если они кооперативные, то в нее играет один человек, остальные слушают и двигают фигурки, так, как он говорит. Если эта игра не кооперативная, то каждый играет сам за себя и никакие совместные навыки она не продвигает. Вот это мое мнение. Оспорьте, пожалуйста. Вы знаете, вы сейчас очень хорошо показали, как работает игр. И человек, который бы сидел со стороны, он бы составил ваш психологический портрет равно за 2 минуты ваше выступление. А дальше можно было бы отдать HR и проанализировать, насколько вы подходите для той или иной компании, для той или иной функции. Например, я лично знаю, что вас можно использовать в сложных переговорах как пробивающий танк. Я думаю, что если вы возьмете большое количество фактов и я возьму вас с собой на сложные переговоры, вы уложите любого в этом зале. Скорее всего, я уверен. А если у вас будет еще хорошая поддержка со стороны, которая вам поможет, мы сможем любой контракт пробить с вами, потому что вы обладаете большим количеством знаний. Так ведь? Большим это очень. Абстрактное понятие. Какие? Определенно. Ну, тем не менее. А про ужас Аркхема... Да, возможно, вы правы. Я действительно не считал до конца. Нет, это не бетензия. Это скорее общая теза, что в корпоративных играх играет один человек, а в отношениях... Руководитель. Ну, да. А по сути, в большинстве бизнесов руководителей не бывает много. Даже если у вас 4 учредителя, кто-то один принимает конечные решения. Ребята, учредители есть в зале? У кого демократия? А почему геймплей остальных игроков? Что делают остальные игроки, которые слушают команды, двигаются в группе по приказу. Ну, не всегда по приказу. Тут же ваша основная задача... А основная задача победить? Если этот человек играет лучше остальных, но идет команда остальных... Тем интереснее провести игровой тренинг и посмотреть, что у вас будет, если каждый должен выиграть, но при этом он должен попереврироваться. Я вас уверяю, вот сколько я не проводил экономических, особенно финансовых симуляторов, особенно в начале, когда тяжелая ситуация на маленьком рынке и нет денег, то есть вы не можете... Представьте, кто из вас может завтра один лично купить квартиру в Минске? Подождите, ну, никого что ли, ребят? Мы же про бизнес здесь собрались. Тут Белгоспромбанк есть. Смотрите, ну, вот простой пример. Кто может? Белгоспромбанк. А на самом деле, если вы 100 человек скинетесь, а если вы при этом придете в банк и попросите кредит, то есть, смотрите, игра учит вас искать решения, находить. На самом деле вы все это можете сделать. Вопрос как? Как только вы понимаете, как это сделать, вы начинаете действовать более эффективно. Вадим, надо откраться, дать микрофон? Не, можно еще. Ну, как он спяжет. Есть еще вопросы? Да, давайте. В основном ваши инструкции записаются на стольных бизнес-игры, правильно? Ваше отношение к цифровым? К цифровым. Есть очень хорошая система премики. Если вы слышали, кто-нибудь, может, видели, нет? В России развивается очень хорошо, применяется, насколько я помню, даже государственными компаниями. И вообще там такие методы электронные хорошо развиты. Именно электронные геймификации бизнеса. Я вам советую ездить на конференции, посвященные этому, и смотреть, кто что предлагает. Пряники не единственные. Там порядка 200 компаний, которые занимаются геймификацией бизнеса. На самом деле вспомните, откуда она взялась. Стахановское движение. Это все наше родное. Это отсюда пошло, а потом переняли туда, и оцифрили, переделали, сделали коммерческие продукты. На самом деле Стахановское движение очень сильно развивало производство. Это было не круто, если ты не делал норму. Мы были этим летом в бизнес-акселераторах в Детройте. Ребята, я не знаю, у кого из вас в компании висят такие таблицы, но там в каждой компании была таблица, где написано «Майк сегодня сделал 10 звонков, Аманда сделала 13 звонков, а Джордж всего 3. Джордж лузерн». Ребята, это серьезно. В компании Дэна Гилберта Дэн Гилберт лично смотрит за каждым. Ему докладывают после 4 часов, кто не сделал норму. И он пишет личное письмо. Получить личное письмо от руководителя компании считается самым большим позором. И они реально ходят с кружкой кофе, разговаривают, продают на ходу. То есть там стоит раш, и средний заработок такого человека занимается торговлей недвижностью. Средний заработок продавца недвижимости около 200 тысяч долларов в год. Это немного. По штатовским меркам это немного, но туда берут всех. Без образования, черных, белых, зеленых, каких угодно. Вас берут, вас учат, и вы начинаете продавать, 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 продавать. Все это делается для того, чтобы зарабатывать, 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 зарабатывать. Именно поэтому Дэн Гилберт – миллиардер. Ответил? Могу еще раз видеть? Именно вот по цифровым направлениям. По цифровым направлениям. В первую очередь, приарки, они действуют вот как такие стахановские методы. То есть они учитывают. Верта, и ваше отношение к бизнес-симуляторам. Вертономика есть российская. Можно попробовать, но есть один момент. Живого общения очень мало. И по нашему опыту, когда мы хотели сделать фликс-айпад, перевести в компьютерный вариант, очень сложно оказалось оцифровать правила. Договоренности между игроками. Например, мы с вами можем записать туда купить, продать, купить в стачку. А ведь между игроками может сложиться такая ситуация, когда вы, для того, чтобы купить, займете у этого молодого человека деньги под проценты, которые он занял у этого молодого человека под меньшие проценты. И вот такие сделки в реальном мире существуют между людьми. Или, например, вы договорились, что вот та девушка переведет через ваш расчетный счет определенную сумму за определенную комиссию, потому что у вас процент ниже за обналичивание. Так же делаете у нас, да, все? Делаете. Когда компания ищет ипэшника, чтобы снизить с 13 до 5 процентов. 5 процентов на больших объемах это достаточно на хорошие деньги. Это можно контекст построить. И эти схемы тоже работают у нас. И схема в наличке даже между банками. У кого-то 0,8 процента, у кого-то 1,3 процента, у кого-то 1,8 процента. То есть, вы начинаете это понимать. И запрограммировать это достаточно сложно. Поэтому, но с другой стороны, у всех оффлайн решений есть ограничения по количеству людей. Если вы, как Сбербанк, у которого 300 тысяч человек, которых нужно постоянно обучать. Кстати, я вот слышал данные на конференции, что вот эти 300 тысяч сотрудников, которые к них приходят, у них текучка 30 процентов в год. То есть, 100 тысяч человек в год надо постоянно обучать заново. И поэтому, у них других решений, кроме как видеоконференционное образование, не существует. Они гемифицируют, они делают через видеоконференцию, через онлайн-тренинги. И если сотрудник определенное количество тренингов не проходит, естественно, он не получает определенное количество баллов. От этого может зависеть, например, его премия. И таким образом, вы можете, опять же, воздействовать на эффективность ваших сотрудников. Но у нас, к сожалению, в Беларуси пока особо не принято воздействовать на эффективность сотрудников. А я бы вам рекомендовал на нее воздействовать. То есть у любого решения должны быть, конечно, икнут, и пряник. Еще есть вопрос. Давайте. Благодарим Константина. Аплодисменты.